Передаю слово Кузнецову Николаю Владимировичу, заведующему кафедрой в Санкт-Петербурге. А Санкт-Петербург близко к Финляндии. И он академик финской академии наук, кроме этого. Ну и еще одна ремарка, что мы обычно приглашаем для руководства ученых из-за рубежа с большим цитированием. Так вот, Николай Владимирович вполне мог бы заменить такие ученые. Спасибо большое, коллеги. Я прошу прощения, я буду делать доклад сидя, потому что я буду мышкой стараться использовать ее вместо указателя. Для меня большая честь оказаться здесь. Я очень благодарен организаторам, несмотря на то, что это мой первый визит в Майкоп. Меня через моих учителей и через мою научную карьеру очень многое связывает с Адыгей и с теми людьми, которые сейчас находятся в этом зале. Мой доклад будет посвящен последним работам нашей научной школы, связанной с теорией скрытых колебаний и глобальной устойчивости динамических систем. Я расскажу про модевационные задачи, это будут задачи, связанные с системами управления. Знаменитый регулятор Ватта, из которого пошла математическая теория управления. Расскажу о некоторых связанных классических задачах, таких как 16-я проблема Гильберта. Расскажу про цепи ЧУА, про зарождение хаоса, про некоторые известные механические эффекты, эффект Зоммерфельда. И в конце, если успею, расскажу про знаменитую систему моделирования атмосферы, систему Лоренса. Начать я бы хотел с мотивационной задачи, которая породила много математических теорий. Это знаменитый регулятор Ватта. Он был изобретен для поддержания постоянной угловой скорости вращения. Идея была очень простая. Вы подаете некоторый пар, пар крутит турбину. Чем быстрее крутится у вас турбина, тем за счет центробежной силы у вас дальше разъезжаются шарики вбок. И чем дальше у вас разъезжаются шарики вбок, тем у вас ниже опускается заслонка и меньше подается пара. Таким образом, шарики начинают крутиться медленнее, опускаются вниз, а заслонка через колоромысло поднимается наверх. Ну и вопрос в том, если в этой системе у вас устойчивое состояние, когда у вас заслонка не двигается, шарики грудятся с постоянной скоростью, и у вас появляется постоянная частота вращения. Инженеры хотели, чтобы этот режим был бы устойчив. Это было очень важно для производства. Таких систем было больше сотни тысяч. Работало в Англии после изобретения Ватта. Но через некоторое время регулятор стал не справляться. И стали появляться аварии, и привлекли инженеров и математиков для объяснения этих аварий. Почему вместо выравнивания моментов вот эта система шла в разнос. И первые математические работы были связаны с работой Максвелла и Вашнеградского. Они, используя законы механики, выписали вот такую модель. Это модель трехмерная. Вот у нас здесь х с две точки и у с точкой. И с одной нелинейной характеристикой. Все линейно, кроме вот этой нелинейной характеристики сигнум, которая описывала вот здесь сухое трение. Значит, срывное трение. Оно вот у нас сигнум. Вот у нас я пытаюсь двигать там карандашик по столу, и вначале он не двигается, а потом резко он начинает двигаться там, ну, будем считать, с постоянной скоростью. Первый математический анализ этой модели провел вот Вашнеградский и Максвелла. Идея была простая. Что они могли сделать в то время? Значит, нелинейность, тем более разрывная, не поддавалась никакому анализу, поэтому ее убрали. И Вашнеградский получил критерий устойчивости линейной модели. Вот без этой нелинейности. Если АБ больше единицы, то у вас нулевое состояние решения, вот тот самый режим, который нужен инженерам, он локально устойчив. И Вашнеградский, исходя из инженерной интуиции, сказал, что это условие, во-первых, обеспечивает вам устойчивость в нелинейной модели, локальную, а во-вторых, обеспечивает не только локальную устойчивость, но и глобальную. Это значит, что из любого начального данного у вас траектория притягивается к желаемому рабочему режиму. Этот подход подвелся к критике. И французский инженер Леете, и знаменитый российский ученый Жуковский написали, что вообще говоря, линеризация разрывных систем совершенно необоснованного у Вашнеградского, и его гипотеза о глобальной устойчивости вообще тоже необоснована, и это требует дальнейших рассуждений. Соответственно, проблема осталась следующая. Для заданных А и Б либо показать, что при любых начальных данных траектории стремятся у Вас к состоянию равновесия, либо выявить, притягивая предельный колебательный режим. Ну вот эта задача породила различные теории. Теорию локальной устойчивости – это Пуанкаре и Липунов. Теория колебаний – это знаменитая книга Андронов-Витхайкин, которая была опубликована в 1937 году. Это теория глобальной устойчивости, которая появилась, начиная с работ Лурия Постникова, это 1944 год, и знаменитая теорема Барбышина-Красовского, и Екатеринбургская школа, и, конечно, теория разрывных систем. Знаменитая, в общем, наверное, наиболее цитируемая монография – это Филиппова и работы в МГУ, Московском государственном университете. А задачу эту в результате на основе всех этих теорий решил Андронов вместе со своим учеником Майером в 1944 году. Решение этой задачи заняло более 40 страниц, и решена она была следующим образом. Вот эта модель, она у вас кусочно-линейная, Андронов предложил проинтегрировать и сшить траектории, и получил знаменитый результат, что условия локальной устойчивости в окрестном состоянии равновесия, линейной модели, обеспечивают глобальную устойчивость. Это потрясающий результат для инженеров. Это значит, что нелинейная теория часто не нужна. Очень удобно. Вы взяли дифференциальное уравнение, провели линеризацию в окрестном состоянии равновесия, получили, используя стандартные критерии Рауса-Гурвитса, условия локальной устойчивости, и дальше, исходя из этих условий, говорите, что при этих же условиях у вас будет глобальная устойчивость. Этот результат очень вдохновил инженеров, и появилось огромное количество критериев и гипотез о глобальной устойчивости по первому приближению, о которых я и буду рассказывать дальше. А этот результат Андронова был опубликован в Вестнике РАН, за него Андронов был в 1946 году избран академиком и стал первым академиком по математической теории правления. В общем случае, нас будет интересовать дифференциальные уравнения, либо непрерывные, либо дискретные. У нас есть состояние равновесия, и нас интересует, когда в системе есть глобальная устойчивость, когда все решения притягиваются к стационарному множеству. Когда у вас есть неустойчивое состояние равновесия, то что можно сделать? Например, в маятнике вы нашли состояние равновесия, провели нереализацию, устойчивое состояние равновесия, все хорошо, неустойчивое состояние равновесия. Что делать? Инженеры, естественно, применяют моделирование. Сейчас это очень легко. Вы берете MATLAB, MEPL, берете начальные данные в окрестности. Вот я беру, допустим, маятник с трением и выпускаю отсюда траекторию. Ну, я выпускаю экспериментально, а вы численно. И вот этот маятник, значит, с трением, он постепенно у меня притянется к нижнему состоянию равновесия. Таким образом, система здесь глобально устойчива, все решения в маятниковой системе с трением притягиваются к стационарному множеству. Очень хорошо. Другая ситуация, уравнение вандерполя. Одно неустойчивое состояние равновесия. Мы выпускаем здесь траекторию, и она притягивается у нас вот к такому предельному циклу. Такие циклы Андронов и его учителя называли самовозбуждением. Самовозбуждение колебаний, самовозбуждающиеся колебания. Аналогичное самовозбуждение может приводить к хаотическим колебаниям. Знаменитая система Лоренса. Здесь три состояния равновесия, и Лоренс точно так же взял численно на компьютере начальные данные в окрестности неустойчивого состояния равновесия, выпустил численную траекторию и увидел вот такую замечательную синюю бабочку. Таким образом, вы можете оценивать локальную устойчивость и выявлять желательные и нежелательные колебательные режимы. Теперь, что делать, если у вас, могут ли у вас быть аттракторы, вот такие периодические или хаотические, которые не притягивают траектории из состояния равновесия. И в 2009 году вместе с моим научным руководителем, многолетним деканом Матмеха, мы предложили следующую классификацию аттракторов. Аттрактор называется самовозбуждающимся, если его область притяжения касается состояния равновесия, а в противном случае он является скрытым аттрактором. Трудность выявления скрытых аттракторов связана с тем, что вы не знаете, из какой начальной точки выпустить траекторию, численную аналитически, чтобы провести его визуализацию. И часто оказывается, что такие аттракторы скрыты от физических экспериментов, где запуск часто происходит из нуля. Ну вот такой хороший пример скрытого аттрактора, это когда у человека остановилось сердце. И с какой силой надо на него нажать, чтобы это сердце запустить. Вы нажимаете слабо, значит не происходит никакого эффекта, нажимаете очень сильно, умрет человек. И вот выбрать это начальное данное, чтобы попасть в траекторию притяжения этого динамического режима, вот это та задача, которая решается. Теперь по поводу устойчивости. С одной стороны у нас есть колебания. Колебания дают нам оценку сверху глобальной устойчивости, внешнюю оценку. А с другой стороны у нас есть глобальная устойчивость, где никаких колебаний нет. Теория развивалась следующим образом. Ну локальная устойчивость это Пуанкаре и Липунов, потом знаменитые результаты Андронова, связанные с локальными бифуркациями. И вот работа Баутина 1939 года о безопасных и опасных границах локальной устойчивости. То есть он посмотрел, что происходит с собственными числами в окрестном состоянии равновесия. Потом результат Андронова и Майера о совпадении условий линейной устойчивости и глобальной устойчивости. И дальше различные гипотезы. Ну вот чтобы гипотезы об устойчивости по первому приближению, у глобальной устойчивости по первому приближению продемонстрировать трудности их, я хочу вам показать вот такой очень красивый полиномиальный пример. Это значит в работе Сима 1997 года. Вот такая система третьего порядка. Каждый из вас может здесь проверить, что матрица Якоби имеет здесь собственные числа, равные минус единице. Причем в любой точке фазового пространства. Они постоянны. Не только в нуле. В нуле это очевидно, потому что вот у вас линейная часть, видите здесь минус единицы. Но и в любой точке фазового пространства Якобиан у вас устойчив. И гипотеза состояла в том Маркуса Ямаби, что в этой ситуации у вас будет глобальная устойчивость. И все траектории будут притягиваться к единственному нулевому состоянию равновесия. Оказалось, что это не так. И в этом примере можно построить аналитическое скрытое колебание, вот оно выписано здесь, которое уходит на бесконечность. Область его притяжения достаточно невелика. И вот оно показывает трудности получения критериев глобальной устойчивости по первому приближению. С точки зрения линейной теории у вас, вам кажется, что все хорошо, а значит нелинейность дает вам вот такой неприятный эффект. Соответственно, нас интересует в пространстве параметров границы глобальной устойчивости. И эти границы в рамках теории скрытых колебаний можно классифицировать как тривиальные, которые определяются локальными бифуркациями, и скрытые части границы, которые определяются нелокальными бифуркациями и рождением скрытых аттракторов. То есть вы с точки зрения инженерного моделирования находитесь в окрестности рабочего режима, у вас локально все хорошо, значит, вы притягиваетесь постоянно к нему, и где-то далеко у вас рождается еще одно притягивающее множество. И ваша задача определить вот это рождение. Значит, ну этот эффект очень неприятен, допустим, у вас садится самолет, работает автопилот, и вам нужно устойчиво, значит, идти вдоль вот этой траектории, а у вас там боковой ветер или еще что-то, и состояние системы выдергивается в область притяжения другого аттрактора. И, значит, самолет у вас начинает колебаться, вот различные красивые фильмы можно посмотреть на эту тему. Это неприятная ситуация, и вам нужно как-то уметь определять условия возникновения вот таких скрытых колебаний. Соответственно, внутренние оценки области глобальной устойчивости могут получаться с помощью достаточных критериев глобальной устойчивости. Барбашин-Красовский, методы абсолютной устойчивости, вот там работа Калмана, Якубовича и так далее, но они очень консервативные, часто инженеров не устраивают. Внешние оценки глобальной устойчивости – это когда вы, допустим, в системе определяете, что вот у вас все состояния равновесия стали неустойчивыми, да, значит, и понятно, что у вас должно рождаться какое-то нетривиальное предельное множество. Ну вот давайте теперь вернемся к задачам, связанным с этим, и поговорим о точных границах глобальной устойчивости. Значит, красивая такая задача, связанная с этим, это 16-я проблема Гильберта. У нас двухмерная полиномиальная система, и нас интересует здесь, как получить оценки сверху, например, глобальной устойчивости, выявить все возможные колебания, которые есть в системе для заданных параметров. Оказалось, что вот даже в такой двухмерной модели это очень нетривиальная задача. Первый результат нетривиальный был получен Баутином, он показал, что можно построить три вложенных малых предельных цикла, которые строятся через бифуркацию Андронова-Хопфа. Следующий результат принадлежал Петровскому Иландису, значит, Петровский был ректором МГУ, они аналитически доказали, что только три цикла. И потом сам же Петровский нашел ошибку и пытался ее вообще всю жизнь исправить, пока не оказалось в 79-м году, что можно построить четыре предельных цикла. Китайцы построили три малых предельных цикла аналитически и один большой предельный цикл построили численно. Это то, что позволяет сделать локальный анализ, что позволяет сделать нелокальная теория бифуркации на данный момент. Лучший результат принадлежит Ильишенко, что количество циклов конечно. И вот этот разрыв между четыре и конечно, он, конечно, колоссальный, и его до сих пор не удается заполнить. Ну и хочу вспомнить замечательное описание экспериментов Калмогорова в МГУ, которое Владимир Арнольд в своей книжке привел. Значит, Калмогоров развлекался так, он когда читал студентам лекции, а там много было студентов, значит, несколько сотен, он им раздавал вот эти коэффициенты случайные и просил их определить число предельных циклов. Так вот, ни один студент не нашел ни одного предельного цикла в розданных примерах. Хотя в пространстве параметров, значит, множество, которое соответствует существованию циклов, оно вообще полной меры. Это уже тогда было известно. Это показывает трудности аналитического и численного исследования, вот даже двухмерной задачи. Хочу вспомнить здесь знаменитую книжку по теории бифуркации, такая и Библия. Арнольд, Афрамович, Ильишенко и Шильников. Ну вот, эта проблема до сих пор открыта. Значит, мы разработали здесь некоторый аппарат, который позволил нам все четыре цикла показать, от малых возмущений перейти, в общем, к циклам нормальной амплитуды. И здесь вот такая штука. Два состояния равновесия. Вот здесь состояние равновесия устойчивое, потом неустойчивый цикл, потом устойчивый. Вот этот устойчивый цикл является скрытым аттрактором, потому что его область притяжения отделена от состояния равновесия. Ну а трудности связаны с тем, что эти циклы могут быть полуустойчивыми. Значит, здесь идет слепание траекторий и всякие другие неприятности, которые не дают решать эту задачу численно. Теперь, сколько вообще таких циклов может быть? Вот можно рассмотреть двухмерную систему, где вместо полинома я возьму здесь косинус. Вот такую вот нелинейность. Можно рассматривать задачу Гильберта как просто конечное приближение рядом Тейлора. Так вот, в этой задаче число циклов будет бесконечно. И амплитуда их будет здесь уходить на бесконечность. Но оказывается, что здесь я все циклы смогу найти аналитически, применяя метод гармонического баланса. То есть раскладывая, соответственно, периодическое решение в ряд Фурье, значит, беру первый член этого ряда, беру амплитуду, и вот нули функции Бесселя будут мне давать как раз начальные данные для визуализации бесконечного числа предельных циклов, которые заполняют здесь все фазовое пространство. Никаких шансов найти все траектории здесь численно нету, потому что бесконечная плоскость вы отсканировать численно не можете. Теперь, как мы пришли к этим скрытым колебаниям, мы изучали вот такую цепь ЧУА, значит, очень простая цепь с одним нелинейным элементом, тоже здесь нелинейность типа насыщения. ЧУА в 83-м году заметил, что при включении этой цепи появляются вот такие красивые хаотические траектории. Это была некоторая проверка теории шедуинга, что, в общем, хаос действительно есть, потому что до этого, когда Лоренц моделировал что-то численное, были вопросы вообще, что происходит, компьютерная ошибка или это реальное поведение. И вот ЧУА показал, что да, на осциллографе у вас из физических законов появляются такие чудесные картинки. Естественно, включение этой цепи происходит при нулевых начальных данных, у вас все разряжено, потом вы включаете, и у вас начинает что-то колебаться. И поэтому ЧУА написал в своей статье, что если нулевое состояние устойчиво, то аттракторов в системе у вас не будет. Мы, понимая математический бэкграунд этой задачи, смогли показать, что это не так. И показали, что в этой системе можно построить следующую ситуацию, выбрать параметры, когда у вас нулевое состояние равновесия локально устойчиво. Но если вы каким-то образом накачаете либо катушку индуктивности, либо конденсатор до включения, и потом замыкаете цепь, то у вас начальные данные далеко от нуля, и траектория начинает притягиваться вот к такому скрытому множеству, зеленому хаотическому, с очень узкой областью притяжения, которое является скрытым аттрактором. За этим стоит некоторая математическая теория, о которой я не буду рассказывать. Здесь развитие идеи гармонического баланса, получение некоторых теорем для того, чтобы получить начальные данные визуализации и так далее. И, естественно, малый параметр, потому что метод гармонического баланса, разложение в ряд фурье хорошо работает только с малым параметром, когда это можно обосновать. И вот такая картинка, вы начинаете работать в системе, где у вас есть самовозбуждающее периодическое колебание, которое вы вычисляете, а дальше вы параллельно начинаете менять параметр так, вы берете начальные данные уже на аттракторе, на колебательном, и меняете параметр так, что он выводит состояние равновесия в область устойчивости. А траектория, которую вы постоянно моделируете с помощью метода continuation на аттракторе, у вас как бы сохраняется. И в конце у вас получается устойчивое состояние равновесия, а вы продолжаете моделировать траектории вот здесь, в области притяжения этого аттрактора. Ну вот такой красивый сценарий. Мы показали эти результаты Леону Чуа. Вообще этой цепи посвящено, я не знаю, больше 10 тысяч работ. И Чуа просто изумился, что после 25 лет исследования были найдены новые аттракторы. Вот это наша последняя поездка в Дрезден, мы с Леоном показываем эти результаты. Он сразу спросил, а какое максимальное количество таких аттракторов может быть найдено в его цепи. И вот на данный момент лучший результат это 5. Два тривиальных аттрактора состояния равновесия, два скрытых аттрактора, вот таких хаотических. И здесь еще один большой должен быть такой предельный цикл. Вот 5 аттракторов. Это такой хаотический аналог 16-й проблемы Гильберта. Другая гипотеза, инженерная, связанная с устойчивостью по первому приближению, знаменитая принадлежит Рудольфу Калману. Вот фильтры Калмана, которые используются всюду, знаменитый венгерский американский инженер. Он выдвинул следующую гипотезу, что если у вас есть система с одной скалярной нелинейностью, вот это значит матрица, а это у нас одна скалярная нелинейность, и эта нелинейность при замене на линейную функцию дает устойчивую систему, то у вас и нелинейная система будет устойчива. Но он еще требовал, чтобы кроме замены нелинейности, еще и производная лежала в секторе линейной устойчивости. И писал, что интуитивно понятно, что в системе все решения будут стремиться к нулевому состоянию равновесия. Эта гипотеза верна с точки зрения гармонического баланса. Если вы подставите первый член ряда Фурье, то значит у вас окажется, что у вас колебаний при вот этих условиях быть не может. Эта гипотеза оказалась неверна, но у Калмана была потрясающая инженерная интуиция. Она верна в трехмерном пространстве, которое вы себе можете представить. А уже в четырехмерном можно построить контрпримеры. И когда Калман, к сожалению, скончался не так давно, но когда мы ему показали контрпримеры со скрытыми колебаниями, он написал потрясающую фразу, что когда он писал статью 1957 года, он был еще очень юн, и ему не хватало математических навыков, чтобы проникнуть до конца в эту задачу. Но он чувствовал, что он не доказал этот результат, и буквально четыре года спустя появились знаменитые условия Калмана Якубовича Попова, частотные, которые, добавляя дополнительные условия, решали эту задачу и давали достаточные условия отсутствия колебаний. Ну вот теперь возвратимся к задаче Андронова и Вышнеградского. Оказывается, с практической точки зрения, вот этот регулятор через жесткое коромысло, он плохой, обычно ставят вот такой сервомотор. И добавляется еще одно уравнение, которое вроде бы с точки зрения линейного анализа тоже устойчиво. Стадола исследовал вот эту модель пошневышнеградского. К этой модели, она уже четырехмерная, тоже можно применить линейный анализ, так же, как и вышнеградский, получить условия линейной устойчивости. Можно сюда применить функцию Липунова и получить достаточные условия устойчивости, но окажется, что между ними есть зазор. И этот зазор как раз в пространстве параметров соответствует существованию скрытых колебаний. У вас есть локально устойчивый рабочий режим, и в фазовом пространстве, вдалеке от него, есть вот такое притягивающее сложное множество, которое является скрытым аттрактором. То есть здесь у вас есть участок нетривиальной, скрытой границы глобальной устойчивости. Ну вот еще один красивый пример связан с системой фазовой автоподстройки. Здесь система, у нас цилиндрическое фазовое пространство, у нас здесь периодическая характеристика. Эта система описывает подстройку двух генераторов. Ну вот Юйгенс исследовал синхронизацию взаимную маятниковых часов, а здесь мы одни маятниковые часы подстраиваем под другие маятниковые часы. Получается вот такая модель. Эти системы используются всюду, в ПЛЛ, во всех телефонах, компьютерах, системы умножения частоты. То есть это очень важная задача. Так вот, гипотеза Капранова 1956 года, который продолжал работать Рикоми и Андронова, заключалась в том, что потеря глобальной устойчивости связана здесь с локальными бифуркациями. Но оказалось, что эта гипотеза неверна, и что в этой системе есть потеря глобальной устойчивости через скрытую границу. Ну и вот картинка в пространстве параметров следующая. Вот здесь у вас область глобальной устойчивости, где работают достаточные критерии через функцию Липунова. Дальше у вас есть вот такая кривая. Вот эта часть кривой – это тривиальная граница глобальной устойчивости. И он считал, что эта граница так и идет до конца. То есть когда вы с помощью локального анализа определяете потерю глобальной устойчивости. Но оказалось, что вот здесь, в системе, у вас раньше, чем теряется локальная устойчивость рабочего режима, там и возникает самовозбуждающийся аттрактор. Из верхнего, там, из сепаратрис рождается неприятная штука. У вас появляется аттрактор, который приходит к вам из уплощения траекторий с бесконечности. И инженеры еще думают, что у вас глобальная устойчивость, моделирование в окрестности, а система ее уже потеряла. И вот этот зазор, он чрезвычайно опасен для практических задач. В этой модели очень интересно, что если один из параметров взять достаточно большим, ну вот чтобы у вас, значит, вот здесь вот синус забить, то у вас в системе не будет состояния равновесия. Оказывается, что в евклидовом фазовом пространстве, вот когда у вас, в евклидовом фазовом пространстве, у вас, когда система диссипативна, да, у вас все траектории заходят в некоторую область, то всегда есть состояние равновесия. И поэтому вот теория Шильникова, когда весь анализ отталкивается именно от состояния равновесия, потому что оно обычно у вас есть в системе. А в цилиндрическом фазовом пространстве это не так. И у вас глобальный аттрактор, здесь может быть вот такое периодическое решение, к которому притягиваются все траектории, но состояния равновесия у вас уже нет. Этот аттрактор тоже будет здесь скрытым с точки зрения нашей классификации, но он тривиально вычисляется, потому что все траектории к нему приходят. Но можно построить пример, когда в цилиндрическом фазовом пространстве у вас состояния равновесия нет, а аттракторов таких много, и они будут плохо влиять на работу системы. Знаменитый эффект Зоммерфельда. Он смотрел, как на упругом основании запускается электрический мотор. Вы стоите на лодке, допустим, в воде и пытаетесь раскрутить камень на веревке. И тогда у вас энергия, которую вы передаете, может передаваться камню, и он может увеличивать угловую скорость вращения, а может начать колебаться лодка. А камень будет вращаться медленно. Вот он такой эффект заметил и поставил задачу математического описания этого эффекта. Оказывается, можно рассмотреть такую модель. У вас тележка на колесиках, пружинка, и вы раскручиваете вот здесь, значит, маятник. И у вас в этой системе есть два аттрактора скрытых. Один аттрактор соответствует большой амплитуде тележки и низкой скорости вращения, а другой аттрактор – малой амплитуде тележки и высокой скорости вращения. Так вот, оказывается, что при нулевых начальных данных, это физический эксперимент, когда вы запускаете вашу систему в инженерном эксперименте, вы притягиваетесь при некоторых параметрах обязательно к этому нижнему решению. И с точки зрения инженеров задача помочь вашей системе преодолеть притяжение и, с помощью дополнительного устройства, вывести начальные данные в область притяжения вот этого верхнего аттрактора. Ну вот здесь у вас существование мультистабильная система, где два скрытых аттрактора и нет состояний равновесия. Ну вот первая хаотическая модель, одна из первых, вообще их было две. Впервые хаос в динамической модели нашел у ЕДА, двухмерная система с синусоидальным возмущением. Но когда он показал его своему научному руководителю, тот сказал, что это ошибка и такого быть не может. И поэтому результат у ЕДА был опубликован после Лоренца. А Лоренц в 1963 году, моделируя атмосферную систему на компьютере, как я рассказывал, нашел вот такое синее множество. И в последнее время развернулась дискуссия, может ли в системе Лоренца аттрактор быть скрытым. Ну вот с точки зрения той теории, которую я рассказывал, к системе Лоренца тоже можно применить достаточные критерии глобальной устойчивости. Когда у нас все решения стремятся к состояниям равновесия. Для этого можно использовать теорему Бурбушина-Красовского, стандартное построение функции Липунова. Это некоторый аналог энергии, которая у вас убывает. Но здесь ситуация более трудная, поскольку одно состояние равновесия у вас всегда неустойчиво. Поэтому, значит, когда параметр R больше единиц, состояние равновесия 3, и одно всегда неустойчиво. И притяжение к стационарному множеству, которое содержит неустойчивость состояния равновесия, уже исследовать сложнее. Бурбушин-Красовский здесь плохо работает, нужно применять, ну там модификация его. Можно применять принцип лоссали инвариантности и одну из теорем Геннадия Алексеевича о глобальной устойчивости по первому приближению Леонова. Можно получить вот такие условия, при которых у вас все решения этого условия в пространстве параметров стремятся к состояниям равновесия. Теперь, что мы знаем, когда эти условия не выполняются? Мы знаем, что система у нас диссипативна, и у вас все колебательные режимы находятся внутри цилиндра и внутри вот такого шарика. То есть у вас система диссипативна, вы знаете, что при больших начальных данных у вас энергия заталкивает эту систему внутрь. Поэтому теоретически вы можете дальше, поскольку у вас уже, значит, это конечная область в фазовом пространстве, можете применять численные методы для того, чтобы определять границу сверху глобальной устойчивости и находить колебания. Ну, что, собственно говоря, и сделал Лоренц. Лоренц взял классические параметры, выпустил траекторию из нуля и получил вот такой замечательный синий аттрактор. Можно аналогичную процедуру провести из двух симметричных состояний равновесия, которые здесь тоже неустойчивы, и вы получите то же самое предельное множество после переходного процесса. Все очень просто. Состояние равновесия находится аналитически, приравняли правую часть к нулю, применили критерии Рауса-Гурвитса для полиномов, увидели, что неустойчивость, запустили траекторию, получили картинку. Очень хорошо. Уменьшили параметр R. Ситуация становится более трудной, мы получаем здесь мультиустойчивость. У нас одно состояние равновесия неустойчиво, а два оказываются устойчивы. Это вот как я зашел в этот зал. Я когда зашел, то я смотрел вот сюда, значит, такая динамика взгляда. Но взгляд на вот этой картинке не задерживался. Он сразу приковывался либо к одному монитору, либо к другому. Вот здесь такая же ситуация тоже. У вас траектория из этой окрестностей, она притягивается, значит, уходит вот либо влево, либо вправо. Но здесь у вас траектория из нулевого состояния равновесия все равно будет притягиваться вот к этой синей картинке. Вы получите синий аттрактор, а часть траекторий из, значит, других начальных данных притягивается к локально устойчивому одному или другому состоянию равновесия. Три аттрактора. Два тривиальных, один хаотический. Встал вопрос, можно ли еще уменьшить параметр R, чтобы вот это синее множество оторвать от всех трех точек. То есть вы стартуете в окрестности любой из трех точек, а у вас траектория к синему множеству не притягивается. И в 2018 году было одновременно опубликовано две работы, что да, можно. В системе Лоренса существует скрытый аттрактор. Но эти работы были быстро опровергнуты, это было связано с трудностями моделирования таких систем. Непонятно, как долго надо моделировать траекторию, чтобы понять, что у вас это устойчивый хаос. А, значит, оказывается, что у вас, ну, как бы, аттрактор должен иметь, в общем-то, открытую область притяжения. Ну, в разных там терминологиях, но вот здесь так. И оказывается, что у вас в этой открытой, как бы, окрестности этого аттрактора есть область, где у вас, как бы, вытекает, знаете, такой пакетик с дырочкой. И у вас вместо устойчивого хаоса через длительное время траектория уходит к состоянию равновесия. Так называют мы тренджент режим. И вот оказалось, что просто моделирование вообще, ну, вот, не позволяет такие режимы легко выявлять. Но если в систему Лоренца добавить еще одно слагаемое, вот такое, при положительных или отрицательных значениях а, то оказывается, что можно оторвать это множество. И будет такая картинка. Из окрестности нулевого состояния равновесия траектории влево и вправо будут притягиваться к двум устойчивым состояниям равновесия, а в фазовом пространстве у вас будет оставаться локально притягивающее вот такое множество, которое является скрытым аттрактором. Ну, вот это знаменитые модели Глуховского-Должанского и Рыбиновича, где можно найти скрытый аттрактор. В заключение я хочу сказать, что границы глобальной устойчивости в пространстве параметров являются тривиальными, если они определяются локальными бифуркациями, или скрытыми, когда они определяются нелокальными бифуркациями, рождением скрытых колебаний. Совпадение этих границ породило различные гипотезы о глобальной устойчивости по первому приближению. И в этих гипотезах ожидается, что граница глобальной устойчивости является тривиальной. Внутренние оценки глобальной устойчивости получаются с помощью достаточных критериев глобальной устойчивости, теоремы Бурбушина-Красовского, теории абсолютной устойчивости и так далее. А внешние оценки получаются с помощью линеризации вокруг состояния равновесия и исследования локальных бифуркаций. Другой важный случай – это когда у вас система является моно-аттрактивити. Это когда у вас в системе, как у Лоренса, существует аттрактор, который притягивает к себе почти все траектории. Неустойчивость состояния равновесия нам не так интересна. Это связано с понятием аттрактора Миллнера. И у вас почти все траектории притягиваются вот к этому множеству. И вас интересует тоже область пространства и параметров, где у вас есть только один такой аттрактор, а нет мультиустойчивости. Соответственно, различные методы локальных бифуркаций могут успешно применяться, когда у вас есть состояние равновесия для исследования локальных границ. Но они не позволяют вам определять вот эти скрытые границы глобальной устойчивости и не позволяют вам работать в цилиндрическом прохазовом пространстве, когда у вас, например, вообще нет состояния равновесия. И вам просто не за что зацепиться. Локализация скрытых аттракторов требует дальнейшего развития специальных аналитических и численных методов. Есть математические теории, связанные с этим. Ну и, конечно, компьютерное моделирование. В заключение я хочу сказать, что эти работы развивают идеи научной школы Геннадия Алексеевича Леонова. Наша научная школа последние годы признавалась ведущей научной школой Российской Федерации. Вначале этой школы руководил Владимир Андреевич Якубович, которого многие, наверное, здесь знают. Потом Геннадий Алексеевич Леонов, а потом он передал руководство этой школой мне. Мне приятно сообщить, что в этом году губернатор Санкт-Петербурга на встрече с высокоцитируемыми учеными поддержал инициативу по учреждению премии городской в Санкт-Петербурге имени Геннадия Алексеевича Леонова в области кибернетики и искусственного интеллекта. И хочу сказать, что большой вклад в становление нашей научной школы, и я надеюсь, что и в ее будущее развитие, внешли наши связи с Адыгейским университетом. И мне очень приятно видеть в зале Магомеда Мишаустовича Шумафова, с которым мы много общались в Санкт-Петербурге. И надеюсь, что продолжим наше общение сегодня и завтра здесь, и потом опять продолжим его в Санкт-Петербурге. Это наши совместные работы с ним. И сейчас мы только что обсуждали написание с ним вместе книжки для издательства «Шпрингер». Я надеюсь, что в ближайшие годы нам удастся это реализовать. Спасибо большое за внимание. Спасибо.